Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телепередача «Народу важно» из нарвской студии ЭТВ+. В студии ведущие Юрий Николаев и Сергей Степанов. Добрый вечер. Уходящая неделя сама подвела нас к теме сегодняшней передачи. В понедельник нарвитяне собирались на кризисное собрание, чтобы обсудить, как остановить отток населения с третьего по величине города Эстонии. А сегодня Нарва получила новый толчок в развитии, в культурном. Открылась в Абалава. Ну а Керсти Каллюлайт, наш президент, на этой неделе завершила свое месячное пребывание в Нарве. Ее спецкомандировка свелась к тому, чтобы показать Нарву стране нормальным городом, а нарвитян подбодрить что-либо предпринимать для улучшения жизни. Все это звенья одной цепи. Как сделать так, чтобы люди из Нарвы не уезжали? Ну а начнем с Керсти Каллюлайт, ее финального интервью нашей передачи. Итак, «Народу важно». Прямо сейчас. Добро пожаловать в Нарвскую студию ТВ+. Президент Эстонии Керсти Каллюлайт. Здравствуйте. Подведем небольшой итог вашего пребывания в Нарве. Вы были в Нарве в общей сложности месяц. И поговорим немножко о вызовах, которые стоят перед крупным городом Эстонии, перед пограничным городом Эстонии. Вы были в Нарве долгое время для главы государства. Вы до сих пор уверены, что Нарва – это обычный эстонский город? Или ваше мнение уже поменялось? Нет, не изменилось. Нарва, конечно же, обычный эстонский город. У Нарвы, как и у других городов Эстонии, есть свои особенности, из которых вытекают как преимущества, так и проблемы. И Нарве предстоит делать еще многое. Начнем, пожалуй, с дальней перспективы. Вчера мы выпустили в реку Нарва осетров, вот такой величины, вместе со специалистами Тартусского университета, чиновниками Министерства окружающей среды и их литовскими коллегами, которые помогли вырастить этих молодых особей. Эти осетры вернутся сюда через 10 лет и спросят, где водопад. Так что у нас есть 10 лет для решения этой проблемы, чтобы в русле реки Нарва была вода, которая подходит для нереста этой рыбы. Так что мы точно знаем, сколько времени у нас есть. Через 10 лет эти осетры вернутся подружшими и захотят восстановить свою осетровую популяцию. И это возлагает обязанности на нас, людей. А если говорить о ближайшем времени, то я очень надеялась, что к концу этого периода, который оказался намного длиннее, поскольку я находилась здесь с перерывами, в Нарве будут изменены названия улиц, которые напоминают нам о тех трудных временах, когда против эстонского народа были совершены преступления против человечности. К сожалению, этот процесс пока не доведен до конца. Поскольку мне предстоит еще несколько рабочих дней в Нарве, я решила сделать и принести сюда эти таблички с новыми названиями улиц – Кивелинна и Солдина. Пожалуйста, теперь они есть, физически существуют. Чего пока нет, так это решение. Но оно уже подготовлено, и я желаю городским властям успехов в его осуществлении. Подвижки есть также с территории кладбища узников концлагерей. В сотрудничестве со службой охраны памятников старины отмечены границы кладбища. Теперь нам нужно все обозначить и привести в надлежащий порядок. Мы не можем уступить в этом своему братскому народу латышам, которые как раз в минувшую неделю почтили память погибших здесь латвийских беженцев, тем, что обновили свой памятник, и тем самым напомнили об этом всем нам. Я думаю, что сделать еще нужно очень многое. Здесь у меня появилось много идей, которые предстоит обсудить. Например, с министром образования Майли Срепс и с министром культуры Индриком Саром. Что мы можем сделать в регионе, в котором есть залы с сотнями мест для публики? В Силамя, в Кохтлоярве, знаменитый ехвистский концертный дом, появившаяся недавно в Нарве, свободная сцена. Как сделать так, чтобы эстонские учреждения культуры, организаторы мероприятий и театральные деятели охватили центры культуры здешнего региона? Например, многим было бы интересно выступить в Силамяйском доме культуры. Это интересный, приведенный в порядок исторический объект, памятник своей эпохи. В этом смысле на него интересно просто посмотреть. А с другой стороны, почему бы не представить Силамяйсцам хорошую эстонскую культуру? Там любят культуру. Вы сказали, что у нашего края, у Нарвы, есть преимущества, есть вызовы. Одна из тем, которые мы сейчас обсуждаем в Нарве, это что будет с нашим городом лет через 20-25. Мы живем во время, когда наше население постоянно сокращается, когда мы беспокоимся о своем будущем. Как вы видите будущее города? Вы обеспокоены тем, что крупный город Эстонии постоянно сокращается? Есть у вас решение этой проблемы? Если рассматривать тему сокращения населения Нарвы, то, с одной стороны, это вполне логично. Нарва – это город, который в советское время разросся на стероидах. Стероидами была советская промышленность. До Второй мировой войны Нарва была намного меньше. Сейчас город немного больше, чем в то время. Так что с этой точки зрения довольно логично, что численность населения сократилась. В то же время, чем лучше будут условия жизни в этом регионе, тем больше надежды на то, что люди будут оставаться здесь. И тут сами люди могут сделать очень многое. В горсобраниях меня тоже спрашивали, как привлечь сюда людей, как сделать так, чтобы они считали Нарву и другие города Ядовирума хорошим местом для проживания. И я подумала, каким образом в Западной Европе удалось вдохнуть новую жизнь в маленькие города, расположенные вокруг мегаполисов. Дело в том, что жизнь в столицах слишком дорогая. Как в плане предпринимательства, так и проживания. Например, в Таллине сейчас цены на недвижимость в разы выше, чем в здешних краях. Здесь и зарплаты на 30-40% ниже. Следовательно, если бы здесь был разумный жилой фонд, то люди потянулись бы сюда. Но это не значит, что надо активно строить социальные квартиры. Наоборот. Надо стимулировать здешние квартирные товарищества, чтобы они приводили в порядок свои дома. В горсобраниях был разговор и о том, что в Таллине можно найти данные, при помощи которых людям можно показать, что содержание домов, обновленных за счет Кредекс, обходится намного дешевле, и что их расходы на самом деле не увеличатся. Здешние жители не знают, что программа Кредекс охватывает также и Довирума. Сами люди могут сделать очень многое на благо своего региона. Я думаю, что одна из наиболее важных задач местных управ состоит в том, что они должны привыкнуть работать вместе с открытым сектором и всячески поддерживать его. Не управлять, а сотрудничать. Я надеюсь, что дискуссии, которые мы провели в здешних управах, поспособствуют внедрению такого образа мышления. Довольно много мы говорили и о коррупции. Не мне решать, почему у нас принято считать, что в Довирум о коррупции больше, чем в других городах Эстонии. Но отсюда вытекает следующая задача властей. Надо вывернуть карманы и показать, что ситуация здесь отнюдь не так плоха. Но чтобы убедить всех в этом, нужно создать такую обстановку, в которой всем предпринимателям здесь было бы одинаково легко и просто развивать свой бизнес. Ведь если предпринимательская среда не является чистой, понятной и действенной, проблемы возникают у малых предприятий. Но именно малые предприятия обеспечивают надежное будущее. В этих городах может быть до пяти крупных предприятий. Если с одним из них что-то случится, мы вновь окажемся в постиндустриальной ситуации. Поэтому чем больше стабильных малых предприятий работает в разных секторах, тем надежнее экономическое будущее региона. Если учесть, что в этом году из-за одной только театральной постановки количество ночевок в Нарве выросло с 45 тысяч до 55 тысяч, то есть почти на 25 процентов, то становится ясно, что именно здешний сектор обслуживания имеет огромный потенциал. Но все согласования должны быть быстрыми, прозрачными и понятными. Принцип прозрачности крайне важен для здешних властей, чтобы использовать появившийся интерес и улучшившуюся репутацию, о чем писалось и в газетах, на благо региона. Давайте попробуем немножко подвести итог все-таки вот этого месяца, когда вы находились здесь, в Нарве. Вы почувствовали себя нарвитянкой? Нет, не почувствовал он, потому что я живу в Таллине, а мои корни с отцовской стороны Насарема, а со стороны матери на острове Муху. Здесь я чувствую себя желанным гостем. У меня были очень интересные беседы с людьми, чьи предки поколениями живут здесь, их родители и прародители. Например, одним из пророцов инициатора проекта свободной сцены в Нарве был директор Балтийской электростанции. Я разговаривала с такими людьми и узнала кое-что и о старой Нарве. На семинаре открытой сцены как раз был задан вопрос, чему следует уделять больше внимания, тому, что было или тому, что будет? На мой взгляд, на этот вопрос может быть только один ответ. О том, что было, надо много говорить и много показывать. Пожалуй, именно поэтому сегодня я первым делом заговорила о кладбище узников концлагерей. Тяжелая история Нарвы, о которой напоминают и контуры старой Нарвы на тех улицах, где больше нет старых домов, это история, о которой мы должны говорить. Это история, которая интересует многих. На ней можно строить будущее. На этом можно построить культурные события, можно построить творческие индустрии. И все это в руках самих нарвецян. Я знаю, что в проекте «Культурные столицы» Нарве сейчас помогают таллинцы, в том числе Хелен Силднам. Но это не значит, что откуда-то придут другие люди и все сделают. Заполнить залы свободной сцены публикой все-таки должен здешний народ. У нас очень много вещей, очень хороших идей и проектов застревают из-за того, что у нас нет финансирования. Во всяком случае, говорят, что дайте денег, мы все сделаем. Сколько у вас спрашивали денег за то время, когда вы были в Нарве? Дайте денег, мы сделаем. Нет. Я довольно часто слышала разговоры о том, что государство не строит в Нарве стадион, тогда как во всех остальных местах строит. Следует сказать, что в Эстонии это задача местных самоуправлений, тех, где такой объект находится. К тому же о средствах можно ходатайствовать в Европе, где бюджетом предусмотрено довольно много ресурсов. Отдельно для здешнего региона можно отметить также фонд, созданный американским сенатором Линдси Грэмом. Его объем составляет 80 миллионов долларов, и он предусмотрен как раз для стран Балтии, для сближения национальных меньшинств с обществом. Так что ресурсы можно найти. Ваша молодежь, например, открыла для себя Эрасмус и с успехом использует все возможности. Учится писать и составлять проекты. Так что дело не в отсутствии денег, и, по-моему, люди знают это. Поэтому никто не подходит и не требует денег. Люди знают. Если есть желание, то найдутся и возможности. Дело не всегда в деньгах, а скорее в отношении. Сегодня утром я была на пробежке с местными бегунами, и они сказали, что к нарвскому энергетическому забегу вряд ли будет сделана трасса, о которой они мечтают, поскольку автомобили всегда преимущество. Я считаю, что в наши дни все решает отношения и решения, а не деньги. По мировым меркам Эстония все-таки богатая страна, и за деньгами дело не станет, если у людей есть интерес и инициатива. Ведь свободную сцену открыли, променад построили, по частной инициативе появились новые рестораны, появляются и промышленные предприятия. Вчера в клубе «Северного двора» было несколько человек, которые 5-7 лет назад перевели сюда свое производство. Они выкупили старые предприятия и создали новые. Это говорит о том, что в регионе можно строить и заводы. И это значительный успех для Эстонии. То, что люди соглашаются на соседство производственных предприятий. Есть много вещей, которые частный сектор делает и может делать. И тут очень важно, чтобы местные самоуправления поддерживали и стимулировали их. Причем стимулировали делать то, что характерно именно Эстонии и Евросоюзу. И люди должны быть в курсе. Я бы посоветовала, у вас же есть городская газета. В ней можно еженедельно публиковать информацию о том, как получить деньги из фонда «Кредекс» и какие еще есть возможности. Еще мы в здешних собраниях говорили о том, что деньги, которые ЕС выделит на следующий период, следует пустить в дело не в Таллине, а за его пределами. На рассмотрение ходатайства может уйти несколько лет. Но если не подать этого ходатайства, то никто и не будет его рассматривать. В Нарве сейчас живет примерно 60 тысяч человек, ну там плюс-минус прогнозы показывают, что население может сократиться и меньше 50 тысяч и так далее. Каков, на ваш взгляд, оптимальный размер количества жителей Нарвы? Это важно вообще? Такую оценку, конечно же, невозможно дать. Равно как невозможно перенести тенденции прошлого на будущее. Нельзя с уверенностью сказать, что будет. Как я уже говорила, в столицах предпринимательство и проживание становится все дороже. В столице Эстонии тоже. На примере из Швеции мы видим, что все окраины, расположенные в 200-300 километрах от Стокгольма, развиваются успешно, так как туда переводят производство из столицы. То же самое мы видим в Нарве. Люди переводят производство из дорогостоящих мест и здесь открывают свои фабрики по производству матрасов, обмотки и прочего. Я думаю, что это прекрасная возможность. И, конечно, у каждого региона свои результаты работы и своя воля, определяющая ситуацию, которая через 20-30 лет сложится именно здесь. Гадать не имеет смысла. Равно как и портить себе настроение, примеряя тенденции прошлого на будущее. Ваш визит в Нарву заканчивается. Какой регион поедете дальше спасать? Где еще поживете с месяц? Мы еще не решили, но я абсолютно уверена, что такие визиты в регионы с целью привлечь внимание к местным вопросам, а также поддержать живущих там людей и подумать, что мы вместе можем предпринять для улучшения жизни. Эти долгие визиты следует продолжить. В то же время по поводу здешнего региона я могу сказать, что экономико-географические условия здесь очень хорошие. По-моему, в других регионах сложнее составить сценарий позитивного развития вместе с местными жителями. Так что вам здесь, в Эдавирума, не стоит сетовать. Здесь все хорошо, у вас радостная и полная энтузиазма молодежь. В следующей декаде нам предстоит провести здесь большую работу со школьной системой. Ведь очевидно, что в какой-то момент школьная система полностью перейдет на государственный язык, и для этого нужен специальный проект, особый подход. И, опять-таки, надо, чтобы планы были составлены вместе с местными самоуправлениями. Ведь нельзя так, чтобы Министерство образования предписало однозначное решение. Наверняка это идеальное решение, но если в нем не будут участвовать местные собрания и городские власти, то может сложиться бессмысленная ситуация «мы и они». Все мы должны стоять за одно дело и шагать в одном направлении, но это непросто. Но лучше говорить о том, что мы должны это сделать, а не ждать, когда русская школа в Эстонии просто сойдет на нет, не имея программы насчет того, что придет взамен нее. Спасибо за этот визит, спасибо за то, что пришли к нашу передачу, и до встречи когда-нибудь в Нарве опять. Я желаю вам успехов и хочу пожелать жителям Нарвы и всего региона. Не упустите ту волну, которая летом поднялась здесь, благодаря свободной сцене и Тартускому новому театру. Держитесь на гребне и работайте во имя того, чтобы интерес к регионам, который вы сумели вызвать, не пропал. Желаю Нарве удачи в получении титула культурной столицы. Эта удача может прийти только отсюда, изнутри, иначе невозможно. Так что успехов вам! Следующие гости, или гости прямого эфира нашей передачи, это лектор Нарвского колледжа Тартуского университета Айт Кисла. Добрый вечер! Добрый вечер! И предприниматель Эдуард Ленук. Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, как вы считаете, есть ли у молодого поколения в Нарве будущее? Ответить на этот вопрос вы можете традиционно, отправив смс на тот номер, который вы видите на экране, ну а также на страничке в Фейсбуке, на странице ЭТВ+, где идет прямая трансляция. Вот именно, что прямая трансляция, чтобы не было кривотолков, я скажу, что Керсти Каллевы мы записывали вчера утром, а не прямо сейчас до нашего эфира. Итак, к теме. Что мы имеем? У нас город, построенный на 80 тысяч человек. Сейчас у нас 60 тысяч примерно. Через 12 лет у нас будет 50 тысяч, к 40-му году 43 тысячи. Это наука. Наше будущее по количеству населения предопределено. Нам что делать? Я почему спрашиваю? Потому что мне кажется, что чем больше мы кричим «ужас, ужас», нас становится меньше, нас тем больше, меньше становится. Или нам быть спокойными, или, как Керсти Каллюлайт, не нойте, аргавирисяга, либо нам все-таки панику поднимать. Как вы считаете, что нам делать? Что правильно? Не нойте. И? Нет, ну панику не надо. Надо разумно смотреть на факты и возможности, смотреть, почему езжают, почему приезжают. Это очень конкретные причины. И наука не говорит, что обязательно вот так будет, как ты здесь читал. Это будет, если так продолжится, тогда вот так будет. А это кейзла. Демография очень точная наука на самом деле. Да. Все рассчитано на 20-30 лет вперед. Да. Если... Если не будет войны. Если продолжится, как сейчас все происходит, тогда будет так. А это необязательно надо продолжить, как мы до сих пор сделали. Мы уже сколько лет слышим, что у нас здесь потенциал большой. Но, может быть, подумаем, в чем это и что сделать можно, что реально можно сделать. Я не говорю какие-то большие утопические идеи. Я не говорю про большие вещи. Про заводы, например. Нет, я не говорю про заводы. Я лично хочу узнать, почему некоторые люди приезжают сюда. Их пока еще мало. Пока нас ходят смотреть, как в зоопарк. Но некоторые переезжают сюда работать и жить. Это интересные люди. И спросите у них, почему они сюда переезжают? К примеру, они переезжают сюда по причине того, что это было государственное решение о переводе определенных учреждений в город Нарву либо в уезд. Вот они переезжают, у них выборы нет. Можно я скажу у Эдуарда Леновка? Вы согласны, что ныть не надо? Надо спокойно относиться к тому, что наш город сокращается примерно на тысячу человек в год. Это естественный процесс, который мы, к сожалению, не сможем остановить физиологически, скажем. Надо работать над приростом населения, я согласен. Для этого должна быть полноценная инфраструктура. Поэтому, правильно я это сказала, не надо там ныть, надо делать привлекательным жизнь в нашем городе. Надо акцент сделать, в первую очередь, акцент на молодежи, однозначно. Я, во-первых, хочу поблагодарить, что вы, скажем, дали возможность мне участвовать в этом обсуждении, поскольку люди должны понимать, что находясь в этом городе, они имеют право также при определенных обстоятельствах прийти в искать свое мнение. То есть вы предоставили площадку для, скажем, обсуждения этой темы для простых горожан. Я считаю себя простым горожанином, но с конкретным мнением. Поэтому надо делать акцент на молодежи, а это надо сначала спрашивать не почему приезжают, а почему уезжают разобраться в этой причине. А для этого нужно вернуться к корням и посмотреть, что на самом деле тут было. Если вы не против, я могу продовольствовать. Да, пожалуйста. Отсутствие корней и наследства у людей здесь. К сожалению, наш город разбомбили. Не будем обращать, акцентировать внимание, кто. Я скажу так. Люди сюда приехали с чемоданами. Теперь мы от этих людей пытаемся получить какой-то потенциал к развитию местной инфраструктуры, местного предпринимательства и бизнеса. И давайте сравним тогда с Сталином, что у людей там осталось. Просто конкретно. Там остались родственные связи, там осталась недвижимость, которая осталась, которую и сейчас можно заложить. Мы строили в астанале город с ноля. Ничего не осталось. Не осталось ни родственников. Люди приехали со всего Советского Союза восстанавливать. Восстанавливать причем милитаристскую, скажем, экономику, а не жизнь инфраструктуры. Это данность, это было. Это данность, это было. С этим нужно пройти, оглянуться и двигаться дальше. А двигаться дальше нам нужны нормальные, первое, это и пиар-менеджеры, второе, это нужны крепкие административные ресурсы, именно хозяйственники. То есть человек, который несет ответственность за принятие каких-то решений, а не какое-то коллективное решение, за которое никто не несет ответственность, должны четко обсуждаться какие-то меры, не какие-то конкретные меры. Про город, да, наш город большой, он рассчитан на большое количество людей, которые должны были здесь проживать, обеспечивая трудовой ресурс наших предприятий, которые были милитаризированы. Давайте вспомним, тот же Балтеец, тот же НКСМ, который строил, их нет сейчас, тот же мебельный комбинат. Это искусственные предприятия, и которые обеспечились трудовым ресурсом. Моя мама тоже сюда приехала, с Качихой. Так вот, когда их лишили на единовременно, этой работы, этих предприятий, Эстония поменяла свой, скажем, суверенитет свой, но государство не позаботилось об этих людях, которые оставили свои деды момента на улице, и не все смогли перестроиться. И поэтому происходит естественный отбор, который нужно и сейчас менять молодежь, учить нужно, завлекать ее сюда. Больше учебных, ну, скажем так, учебно-образовательных школ и институтов, которые здесь бы заставляли сюда приезжать учиться, учиться и не уезжать отсюда. Одного на руку цепи кеску самому. Эдуард, я хотел уточнить по поводу менеджмента, то, что прозвучало. В Нарве нужен крепкий менеджмент, так это прозвучало, как будто в Нарве надо ввести военное положение, ввести определенного плана диктатуру, отменить городское собрание, убрать возможность народу выбирать менеджера. Я бы сказал наоборот, сейчас нужно научиться ценить тот ресурс, который мы имеем сегодня. Этот ресурс небольшой, тех предпринимателей, которых не так много у нас на Руи по пальцам можно пересчитать, нужно носить на руках. Я откровенно это говорю. Нужно способствовать. Они должны получать помощь от административного ресурса, а не противодействие в любых его начинаниях. И поэтому, если он будет постоянно бороться с системой, чтобы выжить, это неправильно. Чтобы что-то здесь развивалось, нужно людям давать, помогать, но и потом с них спрашивать. А если мы будем просто сидеть, наблюдать, как мы боремся, барахтаемся поодиночке, в плане, опять же, менталитета можно рассуждать. Русские люди, они немножко обособлены, они не держат той связи. Русскоговорящие, я уже сейчас, к сожалению, не могу относить многих людей к русским. Русскоговорящие люди с другим идентитетом, который есть в голове, их много сейчас на рынке. И если они уже остались, они сделали свой созданный выбор за 20-летие независимости Эстонии, значит, они уже здешние, они должны, они развивают здесь инфраструктуру, они оставили своих детей тут, они их выучили, не дали им образование, которые сюда вернутся. В этом плане нужно поучиться у эстоноговорящих, или эстонцев, которые держатся всегда, даже на примере Вабалава, 8 театров собрались, приняли какое-то решение, может быть, и спорное в некоторых моментах, мы это обсудим потом, но они сделали это общими усилиями. Мы же все поодиночке, мы все разрозненные, мы все не можем собраться. А это вы согласны? Если без оценки прошлого, это мы все знаем, но то, что нужно поддерживать предпринимательство, и то, что местные жители немножко в рознь держатся, в отличие от эстонцев. Про местные люди, я, честно говоря, я так не вижу это, но это не важно, честно говоря, сейчас. А что важно? Про эти предприниматели, я согласна тем, что их надо в административном смысле поддерживать. Но, естественно, предприниматели, те, кто платят зарплаты, и в этом смысле они очень важны. Та же наука, исследования говорят, что главная причина, почему уезжают из регионов, не только из Нарвы, и вообще из периферии, почему в центр уезжают, это зарплаты. И только предприниматели, работодатели могут что-то сделать, чтобы зарплаты повысились. Но это они самостоятельно не могут. Здесь очень много взаимосвязей. Что может государство делать, чтобы были бы транспорты, разные эти связи были бы сильнее. Что может местное самоуправление делать? Может, среда, где мы живем, было бы удобнее, приятнее, чтобы здесь было бы больше, чем заняться после школы, после работы. У нас деньги-то на это есть. И у нас чем меньше людей, тем меньше поступления от налогов. Как мы это все сделаем? Как мы вот это будем содержать, что у нас сейчас есть? У нас уже улицы отваливаются некоторые. Нет, это вопрос о приоритетах. Что мы делаем, когда мы делаем, и что мы сейчас не делаем. И про менеджмент я сказала бы так, что если у нас, если мы выбирали бы себе такое городское собрание, кому важно, тогда мы про это сейчас уже не говорили бы. Подождите, а какой мы тогда выбираем? Мы же выбираем тех людей, которые считают, что важно. Мы считаем, что они считают, что важно, мы их выбираем. Нет, к сожалению, мы так не выбираем, и они так не считаются. Я с тобой согласен, потому что посмотрите, сколько пришло на обсуждение той проблемы по уменьшению населения Нарвы в понедельник. Много. Больше всего в Эстонии. Это рекорд мы сделали. А для меня этот рекорд смешной, потому что, если ты живешь в этом городе, всего 12 человек там пришло на обсуждение. 24. Это те люди. Раньше такое же обсуждение были во всей Эстонии, и раньше до нашего был рекорд 19. Так что у нас, для наших людей, это важно. Ну такое количество, это очень важно. Члены горсобрания были там? А им не важно, это я думаю, наверное, если такой подход. Им не важно. Народу важно. Нет, я, может, даже думаю так, что, может быть, они не хотят просто акцентировать внимание на этой теме. А кто тогда акцентировать должен внимание на этой теме, если не те люди, которые принимают решения? Нет, вы поймите политика, если он будет бегать и говорить, что у нас паника, паника, а зачем? Причем тут паника? Почитайте, почитайте муниципальные газеты. Хорошо, хорошо, хорошо. Это тоже часть успокоения населения. Я сейчас повторю, у меня ощущение, что чем больше мы кричим, что горит, тем больше горит начинает. Нет, нечего кричать, надо делать. Реально, я не хотела сказать, что посмотрим только на то, почему приезжают, но просто мы уже давно знаем, почему уезжают. Это главная причина, это зарплаты. А кто-нибудь пытался разобраться, когда куда они уезжают, почему они туда приезжают? Один из моих единомышленников тоже, они очень переживают, и мы темно-то обсуждаем своими небольшим кругом. Они приезжают в Таллинн, они получают под любую бизнес-идею сразу кредит. Я не знаю, из каких источников. Они развивают свое дело. У них есть платформа, база для развития той идеи, которую они не нашли. Изучение показывает, что уезжают из-за зарплаты. Из-за зарплаты? Да. Но в Таллинне кредит дают, а почему у нас не могут дать кредит? Потому что недвижимость неликвидна. Все, круг замыкается. Может быть, еще и круг потребления. Потребителей больше. Подождите. Пусть уезжают те люди, кто несчастные в Нарве, но пусть приезжают сюда те, кто здесь будут счастливые и хотят сюда приехать. Мы должны вот этих людей найти. И потом, может быть, и местные будут замечать те вещи, которые другие люди замечают в Нарве, а местные пока еще не замечают. Если мы не можем прекратить отток населения, давайте сделаем приток. Мы откуда возьмем новых людей? С каких мест? Как-то уже раз мы это обсуждали, откуда мы можем получить новых людей. Из Вайбара? Нет, это новая тенденция из Сталина. Пенсионеры продают свои квартиры в Таллине, покупают дешевые в Нарве, в Идавируме, переезжают сюда, здесь дешевле жизни. Это не то. Для чего эти люди? Нам нужны активные люди, кто хотят что-то сделать, хотят мир изменить к лучшему. Нам такие люди нужны. Нам нужны те люди, которых я знаю, кто приехали в Нарву жить, недавно, давно, нет разницы. Но большинство из моих друзей приехали в Нарву, чтобы что-то сделать, потому что здесь круто. Нарва был панк, сейчас она уже поп. Но когда я уже запрягла, это было панк, это было интересно. Здесь все можно сделать. В Таллине, в Тарте уже как-то все слишком готово. И сюда приезжают, пока еще не очень много, но приезжают вот такие люди. И они нам нужны. Нам пенсионеры не очень нужны. Мы им говорим добро пожаловать? Нет. И они все равно приедут. Хорошо. Ну вот то, что говорил президент, я даже записывал, осетры, водопад, таблички, кладбище, это ключевые слова, театральные залы, маленькие зарплаты, культурная столица, денег нет, не будет, дело в отношении. Вот это нам чем-то поможет? Есть там какие-то важные слова для нас? Ну таблички, я не знаю, они как-то помогут. Я скажу роль президента в данном случае. Она показывает доступность власти государственно на местном уровне. Понимаете? Ее приезд, например, для меня, как для предприятия, очень важен. Когда человек приходит ко мне в ресторан на обед, без предупреждения, покушал, мы с ней поговорили за чаем. И обсудили важные проблемы. Эта доступность власти, она дает надежду простым людям, что да, вот они, сиюминутно, могут повлиять, поговорить и что-то донести до той власти, к которой уйдет Таллинн с какими-то мыслями. Это очень важно. Я считаю, что эти приезды, я и сказал, что очень приятно, что единственный человек из президентов за 20 лет, который приезжал сюда и общался с людьми и спросил хотя бы у них на пробежке или на велопробежке, как вас и что интересует. И это спокойно можно сделать. Я считаю, это прорыв. Хотя бы в этом плане внимание обратили на Эдавируму, что здесь люди живут, они как-то живут, существуют. И вот это как-то они хотят поменять. И им уже хотя бы это внимание дает надежду на то, что они смогут поменять с помощью таких вот сиюминутных приездов, донести свою мысль, обсудить, когда я могу с министром посидеть, поговорить. Это было тоже в одном из клубов. И мы общались на темы, скажем, культурной жизни. Мы не общались, я конструктив всегда предлагаю, конкретно. И, кстати, без финансирования в столице ничего не будет. Вот Айц сказала, что в Таллине, в Тарте все присытило-стояло. Да потому что там перепаханы эти поляны все финансовые. И уже все, они получили от всех источников. Да, им вместе этого легче получать, чем нам, разрозненным, большинстве не знающим людям языка местного, родного должно было быть. Но кто-то его не выучил все у разных обстоятельств. Кто-то реализовал в своих детях язык. То есть, понимаете, но эти люди остались, и они сейчас готовы что-то делать. И та помощь финансовая, которая должна прийти из столицы, она должна, она должна быть реально. Конечно, деньги есть, дети-те берите. Деньги есть, дети-те берите, но согласен, та пассивность людей, которая сейчас есть, она убита тем совком, который раньше тут был. А те активные молодежь, которые уезжают, они реализуют свою эту независимость в других местах. Оставлять молодежь. Не, ну вот посмотрите, мы все время говорим о том, что это должна быть государственная власть, государство должно... Хорошо, тогда зачем нам городская власть? Подожди, я хочу про молодежь эту тему. Пока мы будем говорить как будто... Ну, это мой дуловик, молодежь, наше будущее. Пока мы все время говорим, нет, вы еще недостаточно зрелые, чтобы что-то сказать или что-то думать. Однозначно. Нет, эти самые молодые дети, они сейчас, они не дебилы, они умеют думать, они могут... У них есть мнение. А что мы им должны дать? В лечах властье, ну, получается. Лопату или что? Нет, какой лопату? Ну, не знаю, ну, нет. Нет, подожди, какую лопату? Нормальное образование. Да. И не только что, вот два плюс три, вот столько, не только факты, но как вообще влиять на жизнь, что можно сделать в обществе? То есть мы их научим, они уедут? Нет. Если они... Ощутят возможность вызвучить. Знают, какие возможности, какие у них уже сейчас возможности есть, не в будущем, когда у них... Они будут наше будущее, не тогда, а уже сейчас. На вашем обсуждении в понедельник какая была самая важная, на ваш взгляд, идея, которая была предложена людьми для улучшения ситуации? Между прочим, там проголосовали и выбрали три идеи. Два из них были про молодежь. Два из них были про молодежь. И кто там были на обсуждении, там все возраста были. Это замечательно было. Я очень была рада, что были молодые, были старые и разные. Как вы это видите? Мы проголосовали, да, будем поддерживать молодежь. Пошли по домам. А дальше что? Нет, они там обсудили, что можно сделать, кто что может сделать. Давайте рассмотрим в этом контексте тогда участие в структуру властных. То есть должны предоставить первое, учителям молодым жилье нормальное. Назовите мне, где у нас нары нормальное современное жилье. Где есть вентиляция, где есть стеклопакеты. То есть не старые реноверные хрущевки и девятиэтажки, а те дома, которые хочется приехать жить, там, становиться молодым семьям. А что это помним чужим давать хорошее жилье? Ну, потому что пока свои не могут обеспечить уровень такого образовательного специалиста, учителей. Мой ребенок учился без учительной физики. Как такое может быть? Это должно быть оттуда. Вот это и есть административный ресурс. Посылать сюда людей, давать им зарплату. К сожалению, пока давать. Создавать конкуренцию тем самым. Конкуренцию кому? Каких школ? Ну, нынешним учителям. Те, которые ориентированы по тому, чтобы дети наши... Те учителя, которые уезжают, потом дети отсюда в другую сторону, восточную. Мы же говорим об эстонском обучении, я с тобой пока понимаю. Эй, ну, смотрите, да. Городу нет смысла строить новое жилье, потому что... В Нарвейсу есть смысл строить жилье, а в городу Нарвейсу нет. Интересно. В Нарвейсу немножко другая ситуация. В Нарвейсу строить жилье, чтобы заработать, чтобы заработать на россиян. А нашему городу заработать, кажется, не надо. Опять же, да? Дилема. Но, опять же, здесь не продать. Уровень недвижимости, старое жилье не продать. Старое не продать. А новое продать почему нет? У нас нет... Вот сколько я разговаривал с различными компаниями, которые приезжают сюда, изучают ситуацию, они разворачиваются и уезжают. Они говорят, в Нарве нет смысла. Нет потребителя, нет клиента на это жилье. А в Виленде Хабсулу есть. В Виленде Хабсулу есть. А почему никто не разбирался? Хорошо. Это долгая история разбираться, что у нас есть и что нам нужно. Скажите, нам нужен новый план развития города. Однозначно. Да. И кровь новая нужна. Но не просто план, но такой план, который создается вместе людьми. И не надо постоянно говорить, что люди не знают, люди не понимают. Объясни и будут понимать. А чем нынешний плох тогда? Он же очень красивый. Вы видели его? Да. Я читала и давала даже обратную связь. Я такая... Что с ним плохо, с этим планом нынешним? План скучный. В смысле скучный? Это какой-то стандартный план. Там нет этой изюминки. Чтобы мы поняли бы, что это план развития Нарвы, не какого-то другого города. Я хотел бы такую вещь добавить интересную. Смотрите. Когда Эстония получала свою независимость, были такие незаконно отчужденные земельные участки, здания и так далее, которые вернули людям. Людям из-за границы, которые в принципе, впрочем, эта земля была нужна эстонскому государству для того, чтобы соблюсти все законодательные акты получить независимость. А этим людям, которые получили эту землю и здание, она им в принципе не нужна. И что получилось? Они стали сами заложники этой недвижимости, которая здесь неликвидна. Они не стали вкладывать в этот денег. Они перепродали кое-как. Я к чему это говорю? То есть, да, эстонское государство, когда нужно было соблюсти суверенитет, вернуло людям, которым не нужно. А те люди, которые здесь остались, их осталось немного. Что им-то дали? Они приехали, да, они восстанавливали, они оказались в такой ситуации, в которой не смогли перестроиться. Так вот, я говорю о том, что участие государства. Деньги, которые возвращать не надо, я на этом настаиваю, потому что землю, которую, извините, отдали людям, которые не здесь не жили, да, они восстанавливали справедливость. А где справедливость с тем людям, которые остались здесь жить, отдав всю свою сознательную жизнь производством большим, да, они эти... Ну, поменялся строй. Почему государство сюда эти инвестиции не вкладывает в местное население? Мой друг, говорит, в Германию приехал, ему немецкий язык сразу отправили на бесплатный курс. Он говорит, слушай, да я здесь пойду эстонский учить, если мне его скажут учить бесплатно, а тут я что, буду платить какие-то деньги? Нет. Он выучил там язык. Ему дали сразу жилье, ему дали стиральную машину. Скажут, стиральная машина должна быть. Это не может быть такого, что у человека... Если мы беспокоимся о городе, значит, городские власти должны этим заниматься. Давай стиральная машина. Городские власти не должны этим заниматься. У нас конкуренция из-за людей между самоуправлениями. Если мы хотим... И причем не в нашу пользу, а в общем-то не в нашу пользу. Тогда мы что, должны дарить стиральные машины людям? Ну, реально. Почему нет? Не дарить. А свежая кровь в руководстве тоже нужна. Ребят, одни и те же лица. Когда молодежь увидит своих одноклассников в горсобрании или в городской управе, они поймут, слушайте, мы можем принимать участие, мы можем менять этот город. Это называется социальный лифтинг. Социальный лифтинг. Пусть он будет называться так. Но они увидят свой результат, они так и не сидят, ждут, а кто-то сделает что-то. Променад нам сделал, а елку поставили, поставили. Время уходит. Хочу спросить. Важный вопрос. Мы любим числа всякие, ну, цифры. Сколько, на ваш взгляд, оптимальное количество жителей для Нарвы, нынешней Нарвы? Я не буду отвечать на такой вопрос. Сколько с лишних людей, грубо говоря? Не буду отвечать. Я в начале передачи сказал, чтобы видеть дорогу вперед, нужно глянуться назад. Так вот, посмотрите, что было на дальше, когда была Нарва успешным городом, когда она имела все время свою валюту, или свое право глинить товар, когда она была портовым городом. К сожалению, сейчас нет порта, нет Кренгольма. Нужно посмотреть, когда было столько людей. Мы должны готовиться к тому, что мы туристический город будем в скором времени. Промышленные парки, путь будет промышленными парками, за городом так и останутся. Мы будем обслуживать гостей, которые приезжают. Как мы с Россией относимся, хорошо или плохо? Пяти миллион на Петербург рядом. Привлекаете, развлекаете, забираете деньги, как это делает Финляндия, успешно делает. А я согласна, что наше будущее город обслуживания? Обслуживание. Ай, что вы думаете? Это одна возможность, но только обслуживание. Это, опять же, скучно. Хорошо. Что говорят люди на наш вопрос? Так, определенные данные есть, но я попросил, да, они уже начинают меняться. Итак, 62% телезрителей считают, что будущего у молодежи нет, 38% считают, что оно есть. Как вы считаете быстро? Хорошо. Есть, над чем работать. Меня процент обрадовал 38%. Молодцы, так держать нарвитяне, мы прорвемся. Не так уж и плохо. Однозначно. Хорошо. Огромное спасибо за эту беседу. Я думаю, что тема еще будет долгой. Ни на одну передачу в будущем, ни одно обсуждение в рамках нашего города. Надеюсь, что вас привлекут к составлению нового плана развития нашей нарвы. Спасибо уважаемым зрителям, что следили за нашей беседой. Через неделю в этой студии снова встретимся на совсем другую тему. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»